Я сначала пришел в металл, то есть у меня были длинные волосы, я слушал металлика, напалым дед, ну такие агрессивные группы, абитуары, то есть такой грайн корр. А в музыку как я пришел. Я работал на музыку, мы поставляли аппаратуру. В 15 лет я, к сожалению, остался полной сиротой и у меня осталась двухкомнатная квартира, а это были 90-е. А ты знаешь, что в 90-х делали но я вот связался с аппаратурщиками и я поставлял аппаратуру группу Любе, Ларисе Долиной, на-на. Потом, к сожалению, в 16 лет погиб наш звукорежиссер, а зато студия-то осталась, ну здесь аппетитационная студия, барабаны, аппаратура и так далее, гитара. Я всегда знал, что на гитаре мне, к сожалению, не играть. Что-то замысловато все это дело. А вот на барабанах играл мой отец. Он меня научил до своей кончины. И понеслась. К нам приезжали. Ну вот мы начали. Сначала массовый психоз, где я познакомился со своей будущей женой Олиной. А потом приезжал Пурген, где вот и началась панк-роковская вещь. Сначала я начал играть ногами на сиденье, а так как концерты были смежные, познакомился с Санта-Клаусом. Санта-Клаус перерос в пикбастерс. Там уже познакомился с ёжами. Ёжа-барабанщика, к сожалению, посадили. Блядь, мне пришлось сесть за барабаны. Потом, ну я играл в шести группу. Ну и короче, потом Ольга заколебалась играть в «Май сексе», сексуально ли я вообще-то. Она создала вот группу «Кретинические дни», «Мисс Басист». Стала «Кретинические дни». Вокалистка, она считалась женской группой, но у них ничего не получилось с вокалисткой. А тут я под боком. Ну и я стал вокалистом «Кретинические дни». А там уже начались стёрки конкретные. Игра с Пургеном и так далее. Пурген меня в группу взял. Потому что потом я уже... Ну, длинные волосы-то были. Ну, а сейчас у меня косичка. Волосы длинные были. Их подстригли, блядь, сделали ракет, покрасили в красный цвет, в зелёный цвет. Какой тут некрасивый. Ну, ты же знаешь клип. Это была «Панк философия». Ну, знаешь такой клип, да? Меня снимали для концертов. Ну, меня вообще никак... Слушай, в детский сад приезжать с таким поднятым иракезом, ну, к Маргарите, это, по-моему, полный пиздец. И, во-первых, не забывайте, что мы живём в России. У нас нельзя здесь иракезы носить периодически. Нам шапку надо надевать. И волосы отрастают. Это не Калифорния, где тепло, хорошо, классно. И можно круглозыточно носить иракез. Какой вызов? Никакого вызова не было. Система тогда уже оттаяла. Ельцин сдох, блядь. Я устал, я больше не могу. В 2000 году заявил. В 99-м, перед 31 январем. Политическую подоплёку вообще должен нести панк-рок. Ну, давай начнём с ОЗО. Что такое панк? Отброс. Отброс человечества. Ведь я видел очень многих панков, которые, извини меня, бомжевали и так далее. Это были не панки, это были, извини меня, просто, ну, неудобно даже говорить, просто грязные люди. Панк. Панк выброс обществу, прежде всего. Обществу. Это ассоциируется в одежде, ассоциируется в написании песен и так далее и тому подобное. То есть ты бросаешь вызов обществу. Это было, по-моему, ещё написано не мной. ГОДСА ЗЕ КУИН. Извини меня. СЕКС ПИСТОЛС. Так что я здесь Америку не открыл, и Америку никогда не открывал. Но, к сожалению, наша система, ну, что у нас, к сожалению, может быть, к улучшению, наша система пришла в порядок после Путина. Это твёрдая сейчас рука, как таковая. И его обсирать мне не хочется ни в коем случае. Потому что не за что. И придумать я ничего не хочу. Как тебе объяснить? Ещё в 80-м году я вырос в Москве. Наш был 17-й квартал. Был 16-й квартал. Или наш 16-й квартал. Короче, дрались квартал на квартал. Потом, извини меня, пришли хачи. Я играл в группах с, не знаю, с каким там уклоном, там, ультоправым, там, как угодно вы можете называть, мне по барабану. Если честно, я не стрелся на лысо, я не был скинхедом, я тусовался со скинхедами. Нормальные пацаны все были. Они были упертые, блин, в натуре. Упертые до безобразия. Ну, я никогда не поддерживал эту волну насилия. Ну, когда, извини, в твоём дворе, извини, сад тебя, суд тебе на, извини меня, там, на детской площадке, там. И когда, эй, Исюш, иди сюда, там, тогда сам иди сюда. К сожалению, это была правильная альтернатива. Но я никогда её, ну как, я поддерживал её, но в войнах не участвовал. Мне это нафиг не осталось. Уже слишком вырос к тому времени. И бандитские времена при мне прошли как-то. Да, ну страшно было, если честно. Я ушёл в кретинистские дни, где Ольга играла. У неё потом просто тупо... Но это... У каждого барабанщика это, к сожалению, происходит. У неё заболели вот мышцы, вот мышцы. Вот эти вот. Всё, привет. Она даже стакан не могла поднять, ей больно было. Мне пришлось сесть за барабан. Сесть за барабан и плюс ещё и петь. Но каждый свой концерт я начинал с того, что я посылал весь зал на хуй. И все такие сидячие в зале... Мы там в Риге играли. Я имею в виду не в городе Риге, а клуб Рига. Все такие... Кто там чё сказал? Там чё? А я за барабанами не вижу. Ну и потом... После концерта ко мне подходили, пожимали руки и сказали... Вот такие вот. Извини. Ну старые такие качки. Знаешь, они вот старые качки, они такие уже обвислые такие. Знаешь такие? Раньше были бандюками, блядь. А теперь они такие... Ништяк, ты нас в детство привёл. Я никого никуда не приводил. И туда сами себе пришли. Так что я здесь ни при каких делах не имею. Но так давно нас не посылали. Почему вот сейчас вот на концерт толком никто не ходит там и так далее? Понимаешь, вот произошла вот эта электронная революция. Люди ВКонтакте. Вот давай мы с тобой ВКонтакте. Я бы повесил этот, как он называется? Аватар. Кто? Аватар, наверное. Да это, камеру. Я еду в электричке. Или в наушниках. Или вот открыли и... Та-да-да-дам. И привет. Люди отстраняются. И чё? Они там ВКонтакте. Что-то там. У меня нет ни компьютера. У меня есть телефон для того, чтобы позвонить. И мне позвонили. Всё. В 90-х был телефон ещё даже такой вот. Знаешь? И у тебя был, и у меня был. И мы созванивались. Выходи во двор или там давай встретимся и так далее. А не эсэмэсками. Какые эсэмэски в 90-х годах? С ума сошёл. Собирались мы на концерты. Мы созванивались. Вот. Ну, вписки вот эти и так далее. Мы знакомились через друзей, через друзей друзей там и так далее и тому подобное. Мы джинсы, извини меня там, косухи там, джинсы. Это всё надо было находить. А вы же, блин, там контакты. Ты сам в этой электронике, блин, ничего не заебался, если честно. У вас же нет общения как такового. Раньше мы все записи не качали с интернета. Если мы слышали какую-то интересную запись, мы ехали на горбуху и искали эту запись. И тогда ещё компакт-дисков не было. Да вспомни, ты кассету на кассету переписывали. Что-то там, понимаешь, обменивались там монитофонами. Понимаешь, вот это вот было. Сейчас же всё можно. Есть вот компьютер. Скачал концерт. Кого угодно. Кого ты хочешь? Кого ты хочешь? Критические дни. Но их надо найти, в частности. Их, во-первых, надо набрать правильно. Или критические дни, или критические дни. Ну, не знаю, кому это нужно. Мы с басистом. Я переоделся в шорты. Это было зимой. Ну, так как мне играть и петь ещё. Всё уже, теперь я и вокалист, и барабанщик. Я переоделся в шорты. Кроссовки. Ну, играть-то надо же, слышишь? Пошли с басистом поссать. А это кинотеатр. И вниз, знаешь, спускается. Мы туда спустились. Пошли. И поднимаемся. Так и всё. Ну, я тебе говорю, там вот столы расставлены, где я и сказал, что я послал всех нахуй, чтобы все обратили на нас внимание. Ну, ладно, до этого ещё пока не дошло. Приходит мент. А там два мента охраняли. Савельев? Да, Савельев. Я не помню, как он у меня фамилия. Ну, ладно, басист-то так. Ну-ка иди сюда. В хуяк нас к забору, блин. Ну, там решётка, которая переграждает путь. Я говорю, и в честь чего? Вы сломали унитаз. Я говорю, ты посмотри на меня, чем я мог сломать унитаз? С кроссовками? Ты посмотри, у меня даже ни крови, ничего нет. Ну, как? Унитаз сломать кроссовками? Это же полный дурдом. Ну, после того, как вы вышли из туалета, был сломан унитаз. Я говорю, чем я его сломал? Головой, что ли, блин. Там крошек долбанул. Что, издеваешься, что ли? Кроссовками я не мог. Ну, просто. И там подруга Антона. Антон, басист. А мы стоим уже прикованы с двух сторон к этой решётке. Она на сцену уже выходила. А мы, оказывается, сломали унитаз. Здрасте, блин. И там вот эта администраторша. Ну, как она? Не администраторша, конечно, наша была. Но администраторша концерта полного. Она говорит, вы что, издеваетесь? Нам выступать, и мы ломаем унитаз. Ну, это не панк-рок, а из-за ними. Просто безобразие. Нет, здесь даже… Он тоже в кроссовках. Он переоделся из хак. Ну, вот сейчас по Москве в хаках ходишь. А ему надо по сцене передвигаться с басом. То есть, чем мы сломали-то? Зачем? Чёкнулся. Эй, алё. Отпускай. Ладно, отпустил. И нам выходить на сцену. Ну, вот такой вот прикол. Мы сломали унитаз. Ну, мы его, конечно, не ломали. Ну, не ломали мы его. Зачем? Господи, по стольким клубам работали. Ломать унитаз. Нам ещё придётся работать в этом клубе. Не знаю, кто-то там пизданул. Хорошенько. Ну, я здесь не при делах. Не, ну смешно. Как? Ты представляешь, адидасовскими кроссовками въебать. Иди, еби. Мне ещё и плюсы играть на барабанах. Да? Что за дурдом-то? У меня ногу себе отбить, что ли, тихо-мирно, чтобы потом… Короче, такой вот был. Пурген в своё время сделал себе неплохое имя. То же самое Егор Летов сделал себе имя, что всё идёт по плану там. Это коммунистические времена были. Правильно? Или я вру что-то? Я, по-моему, не вру. Егор, блин, в своё время коммунизм чистил, блядь. Да? Егора Летова, к сожалению, нету с нами. Он скончался. А Пурген в своё время чистил Ельцина. Но Ельцина нету. У него всегда была абстракция индустриальной фишки, блядь. Там… Но он мне уже как-то кого не… Он, по-моему, никому не интересен. Тогда был интересен. Это была панк-философия там и так далее там и тому подобное. А теперь кому он интересен? Чудо-юдо, блин. И это в какой век. И это вообще полные придурки. Тот же король и суп мне никогда не нравился. Это время не вернуть. Хоть… Нет. Здесь бестолк. У меня уже 37 лет. Уже не тот уровень, что скакать… Нет, по сцене я ещё поскачу там и так далее. Люди изменились. Реально. Просто люди стали взрослее. У каждого свой… Свой дом, своя крепость. Всё, все обзавелись семьями. Может быть, и к лучшему, конечно. Но мы действительно взрослее. Так что… Я не могу никого так… Какие девяностое это было? Наша юность. Бесиловка. Ну, нет. Просто не те времена и не те… Как это объяснить? Даже не те люди. Я имею в виду молодёжь сегодняшнюю. Сегодняшняя молодёжь, она… По большому счёту она замкнутая. У них вот эти аватарки, какие-то одноклассники и так далее. У нас не было этого. Сейчас ты включил ноутбук и нашёл… Ну и что, от этого ты стал умнее или стал круче? Ну и что ты не стал от этого круче? Ну и что ты не стал от этого круче? Ну и что ты так же чувствуешь? На этом всё. Это всё. Ну и всё с ним. Ну и говори, кстати… У нас всё.